В Ненецком округе продолжается прием заявлений для сдачи ЕГЭ. В 2020 году выпускникам школ и абитуриентам необходимо определиться с выбором предметов и подать документы до 1 февраля включительно. Для выпускников текущего года прием заявлений будет организован по месту учебы, для выпускников прошлых лет в Ненецком региональном центре развития образования. В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить все предметы, которые участник планирует сдавать. Обязательными предметами для получения аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и математика. По последнему предмету выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень – базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня. Для поступления в ВУЗ абитуриенты, помимо двух обязательных, могут выбрать любое количество учебных предметов, которые в дальнейшем будут засчитаны высшим учебным заведением в качестве вступительных экзаменов. Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями на основании документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность и доверенности. Выпускники текущего года и прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в особых условиях организации экзаменов, при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолога-медико-педагогической комиссии «Дети-инвалиды и инвалиды» — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданной Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ участник может только при наличии уважительных причин, к которым относятся болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально. ЕГЭ традиционно проходит в три этапа — досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап начнется 20 марта и продлится до 13 апреля. Основной пройдет с 25 мая до 29 июня, дополнительный с 4 по 22 сентября. С 1 января 2020 года в Ненецком округе установлены льготные тарифы для населения на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Льготный тариф определен в размере 520 рублей за кубический метр отходов на человека. При существующих нормативах накопления отходов ежемесячная плата за услуга по обращению с ТКО для жителей Наринмары и поселка Искателей составит 115 рублей 27 копеек на каждого человека, постоянно или временно зарегистрированного в жилом помещении. Для сельских жителей в два раза меньше — 50 рублей 27 копеек. С введением льготного тарифа население будет оплачивать только часть от ранее утвержденных тарифов региональных операторов. Для примера, экономически обоснованный тариф регионального оператора «Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию» на услугу по обращению с ТКО установлен на первое полугодие в размере более 972 рублей за кубический метр, а с 1 июля свыше 1292 рублей. Существенный рост тарифа связан с началом обезвреживания мусора в четвертом квартале текущего года. Финансовую нагрузку по компенсации выпадающих доходов региональных операторов при установлении льготного тарифа для населения возьмет на себя бюджет Ненецкого округа. В 2020 году на эти цели будет направлено более 200 миллионов рублей. Как отметили в Управлении по государственному регулированию цен тарифов, итоговый размер платежа с человека в Ненецком округе будет ниже, чем в соседних северных субъектах. Напомним, с 1 января 2020 года Ненецкий автономный округ переходит на новую систему обращения с ТКО, которая предполагает, что за всю технологическую цепочку обращения с ТКО от сбора на контейнерных площадках до размещения на полигоне будут отвечать региональные операторы. В Ненецком округе это муниципально-унитарное предприятие, комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и муниципальное предприятие Заполярного района Север-Жилкомсервис. В Ненецком округе продолжается голосование за проекты, предложенные инициативными жителями региона в программу развития округа НАУ-100. Голосование продлится до 15 января. НАУ-100 – это 10-летняя программа развития региона. В нее войдут 100 лучших инициатив, предложенных самими жителями округа. Голосование проходит на платформе «Народный контроль» и в нем может принять участие любой желающий. Следует отметить, что ряд повторяющихся предложений от граждан были объединены. После модерации, в рамках которой были обработаны все 190 проектов, их окончательное число, представленное на голосование жителям региона, составило 175. Все проекты поделены на 12 категорий – транспортная инфраструктура, развитие сельских населенных пунктов, благоустройство территорий, ЖКХ, спорт и активный образ жизни, природа и экология, образование, культура, цифровизация, здравоохранение, развитие промышленности и другое. Наибольшее число проектов, предложенных к реализации, относится к вопросам благоустройства территорий и создания комфортной среды для проживания. Инициированный губернатором Александром Цепульским проект НАУ-100 формируется на основе предложений жителей региона. Его итоговое наполнение будет зависеть от результатов голосования, которое продлится до 15 января. Объем федерального финансирования президентских выплат на первенца в НАУ в 2020 году увеличится в три раза. На эти цели Ненецкий округ получит почти 135 миллионов рублей. Напомню, в текущем году эта сумма составляет порядка 47 миллионов рублей. Увеличение объема государственной поддержки связано с изменениями в федеральном законодательстве, которые касаются расширения категории получателей и срока предоставления выплат на первенца. Финансовая поддержка семей реализуется в рамках национального проекта «Демография». В частности, с 1 января 2020 года у жителей округа появится возможность получать президентскую выплату на первенца до достижения ребенком возраста трех лет, вместо установленных сейчас полутора. При этом пособие, как и прежде, будет назначаться семьям, в которых первый ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Как пояснили в профильном департаменте, семьи, в которых ребенку в текущем году исполнилось полтора года, могут возобновить выплату не ранее, чем 1 января 2020 года. Однако подать заявление и документы на ее назначение можно уже сейчас. Помимо увеличения срока предоставления пособия на первенца с полутора до трех лет, право на его выплату будет возникать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать двукратную величину прожиточного минимума. Его размер за второй квартал 2019 года составил 20 тысяч 63 рубля. Как пояснили в профильном ведомстве, семьи, которым было отказано в назначении ежемесячной выплаты в связи с превышением среднедушевого дохода, могут подать заявление и документы на ее назначение с учетом принятых изменений. Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в округе в 2020 году составит 21 112 рублей. Сегодня в Ненецком округе выплаты за рождение или усыновление первого ребенка до достижения им полутора лет получают 147 семей. Всего с начала действия меры государственной поддержки с 1 января 2018 года получателями выплаты стали 202 окружных семьи. Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения напрямую или через центр моей документы. В девяти населенных пунктах Ненецкого округа действуют бесплатные точки доступа в интернет. Для жителей Наринмара, Неси и поселка Красное бесплатный доступ в интернет организован с 2015 года в рамках совместного проекта администрации региона и Ненецкой компании электросвязи. Коллективные точки доступа оборудованы в 10 учреждениях массового нахождения людей. Доме культуры поселка Красное, Доме народного творчества села Несь, Дворце культуры Арктика, Спортивной школе Олимпийского резерва труд, отделе ЗАГС, Ненецкой центральной библиотеки имени Печкова, Ненецкой окружной больницы, взрослые детские поликлиники, здания аэропорта. Доступ обеспечивается по технологии Wi-Fi. При подключении пользователю необходимо выбрать сеть Wi-Fi Now. Авторизация происходит через СМС. В Бугрино, Шоне, Тельвиске, Оксино, Лаборском и Котке на возможность бесплатного доступа в интернет предоставляет PowerOS Telecom. Точка доступа представляет забой железобетонную опору высотой несколько метров, на которую закреплены климатический шкаф и необходимое оборудование. Жители поселения, в которых они установлены, могут бесплатно пользоваться интернетом в радиусе до 100 метров на скорости не менее 10 Мбит в секунду. Доступ обеспечивается также по технологии Wi-Fi. Авторизация происходит через СМС или учетную запись единого портала госуслуги. Используя точку доступа, жители населенных пунктов могут бесплатно посещать портал государственных услуг, сайт пенсионного фонда, ресурсы с правовой информацией. В целом более 2000 госсайтов. Их полный перечень представлен на официальном сайте провайдера.